Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Поль Серюзье, французский художник, постимпрессионист, связанный с движением Наби. Родился 9 ноября 1864 года в Париже, обеспеченный семье среднего достатка. Я пользуюсь переводной википедией. Его отец-бизнесмен, работающий в парфюмерной промышленности, обеспечивал ему классическое образование. В 1875 году Серюзье был принят в лицей Кондорса в Париже, где изучал философию, греческий, латынь и естественной науки. Получил две степени по философии и математике в 1883 году. В 1885 году, проработав короткое время в обществе друга своего отца, он поступил в Академию Джулиар. Короткую часть лета, в 1888 году, провел в пансионе, в Фонтавене, в Британии, деревне, которая в то время привлекала многих французских и зарубежных художников. Там его внимание было сосредоточено на небольшой группе художников, которые тяготели Фемилю Бернару и Полю Гогену. Он сближился с ними и даже получил урок живописи у Поля Гогена, после того, как показал ему одно из своих полотен. Гоген призывает Серюзье избавиться от подражательной ограниченности живописи, использовать чистые яркие цвета, не стесняться преувеличивать свои видения и придать своим картинам собственную декоративную и символическую логику. Серюзье возвращается в Париж с небольшой картиной, написанной по указанию Гогена, и с энтузиазмом показывает ее своим товарищам, тем самым делясь своими новыми идеями, полученными от Гогена. Вместе со своим близкими, Пиром Бонаром, Моллицем Дени, Анри Габриэлем Кебелем, Полем Энри Рансоном, которые разделяли его идеи, Серюзье сформировал группу Наби. Они регулярно встречаются, чтобы поговорить о теориях искусства, символизме, оккультизме и экзотерике. Позже группе просинились Арман Сеген, Эдуард Бью Яр и Кер Савье Руссель. В течение короткого периода он вносит свой вклад в развитие авангардного искусства, участвуя в выставках, создавая театральные декорации и сотрудничая с небольшими журналами. Многие художники Наби, в том числе Серюзье, работают над декорациями и костюмами символистского театра. В этих работах художники выражают свой идеал упрощения и синтеза с помощью нескольких средств выражения. С 1892 года он регулярно выставлялся в Барак де Бутвиль, названный в честь своего владельца. Это художественная галерея авангарда Парир. Его поздние исследования египетского искусства, итальянских примитивистов и габелина Средневековья привели его к созданию декоративных произведений. Регулярно преподавал в Академии Рансона в Париже с 1908 года. В 1912 году женился на одной из своих учениц, Маргарите Габриэль Клод, более известной как художница по имени Маргарита Серюзье. В 1921 году опубликовал «Азбуку живописи», краткий трактат, которому развил свои теории о искусстве. Поль Серюзье умер 7 октября 1927 года на улице от сердечного приступа, когда шел навестить свою госпитализированную жену. Похоронен на кладбище Сен-Шарль-де-Марле. По инициативе его друзей на его могиле была установлена надгробная стелла, нарисована Морисом Дени и увенчана бронзовым бюстом Серюзье работы Жоржа Лаком. Ну вот так вкратце из переводной википедии у французском художнике-пост-импрессионисте, связанной с движением на Би-Поль-Серюзье. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok